Когда заболевает ребенок, проблем становится просто очень много. Ну, вы знаете, у меня прямо вот сейчас, ну, до слез, то, что вы рассказываете. Я до сегодняшней программы даже и не задумывалась. Когда я поняла, у меня на самом деле волосы стали дыбом, она говорит, что мне пошел снег, уже холодно, мороз. И она говорит, вот я на рынок хожу, мне холодно стало. И я вижу, что у нее, я знала, что у нее есть одни тапочки и халат байковый. Как ручейки создают океан, вот так же эти пожертвования, они дают возможность оплатить лечение. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Планы на жизнь». В гостях у нас председатель благотворительного фонда «Настенька» Джамиля Алиева. Здравствуйте. Здравствуйте, Джамиля. Что это за благотворительный фонд «Настенька»? Фонд «Настенька» – один из первых российских фондов. Мы старейший фонд, мы работаем уже 17 лет. И это первый фонд, который начал помогать детям с онкологическими заболеваниями. Мы начали работать в 2002 году. То есть 17 лет вы и занимаетесь помощью детям, у которых случилось. А с чего все началось? Как пришла такая идея? Ну, так сложилась моя жизнь, что в 1998 году у меня заболел сын. Это был мой единственный сын. Ему было 4 года. И в то время еще, конечно, медицина не достигла таких успехов. И несмотря на долгое лечение, его не смогли спасти. И после этого я как-то... Ну, мне надо было найти какой-то смысл новый в жизни. И я учредила вместе с профессором Менкевичем, в отделении которого лежал мой сын. Это где он лежал? Ну, это больница не детской онкологии, а гематологии. Это онкоцентр. И мы там лечились. И сейчас мой фонд работает. Наш офис находится в этой больнице. И это наш основной объект. Мы помогаем именно этой больнице и ее пациентам. Это при институте Блохимна? Да. Или это является частью? Это часть института. И мы... Ну, так получилось, что мы стали помогать именно этой больнице. И детям, которые лечатся, у нас постоянно более 150 детей из разных регионов. Вот на данный момент сейчас больше 150 человек. Да. Да, это дети из регионов. И также мы помогаем детям из стран СНГ, которые лечатся в этой больнице тоже. А в чем заключается помощь? Ну, у нас есть такие две приоритетные программы. Это помощь больнице. Мы покупаем оборудование, лекарства. Стараемся какие-то бытовые условия улучшать. И вторая приоритетная программа – это помощь семье. Это тоже очень обширная программа, потому что родители не только звонят и пишут, но чаще всего они просто заходят в наш фонд, поскольку наш офис находится прямо в отделении гематологии. И с самыми разными проблемами, потому что они знают, что мы очень оперативно, быстро решаем все вопросы. А что это могут быть за проблемы у родителей? Ну, когда заболевает ребенок, проблем становится просто очень много. Во-первых, как я сказала, дети из регионов, и родители, которые иногда вообще не выезжали дальше своего села, приходится жить в Москве, им очень трудно адаптироваться, и возникает очень много финансовых каких-то проблем. Вопрос, наверное, на расселение, да, тоже острастает. Да, конечно. И иногда бывает, ну, российские дети лечатся бесплатно, но иногда возникает вопрос о каких-то дополнительных лекарствах, если какие-то индивидуальные осложнения у ребенка. Ну, которые не входят в жизноважные, да, в список жизноважных, и здесь подключается фонд. Да, и проблема одежды, питания, транспорта, жилья временного и так далее. Это бесконечный список вопросов. И у нас, например, мы предоставляем услуги бесплатного такси, если с ребенком надо куда-то ехать. Ну, в общем, со всеми проблемами люди идут к нам, родители идут к нам. То есть они находятся полностью под вашим патронажем, получается, если попадают туда вот эти вот 150 человек, могут обратиться к вам за помощью. Да. Ну, некоторые, может, и не обращаются, но на самом деле, я думаю, что все дети, которые лечатся в недетской онкологии, так или иначе пользуются нашей помощью, потому что мы купили очень большой ряд оборудований, вот в рамках программы «Помощь больницы». И это оборудование, это аппарат гемодиализа, три аппарата искусственного дыхания, мобильный рентген-аппарат. Это вот за последние годы или вы говорите о 17-ти? За 17 лет мы купили очень много оборудования, кровати современные финские, сепараторы крови. Это бесконечный список, которым я очень горжусь на самом деле. А в каких деньгах вообще идет речь? Ну, за 17 лет мы собрали, недавно вдруг я это поняла, и мне показалось, что это звучит очень круто. Ну да. Сейчас вот, например, я надеюсь, что у нас это получится. Мы предложили онкоцентру оборудовать пансионат для проживания детей, которые приезжают вместе с родителями. Это прямо на территории онкоцентра? У нас есть новые корпуса, которые были долгостроем, но сейчас, к счастью, они уже достроены, готовы к эксплуатации. И мы предложили, попросили отдать нам один этаж, чтобы мы организовали и поддерживали в дальнейшем вот такой пансионат по образу Макдональдс-хаусов, которые во многих странах мира существуют при больших центрах. И я сама со своим сыном лечились 8 месяцев вне детской онкологии, отелени, трансплантации костного мозга. И потом мы лечились в Голландии. Я жила в таком доме, в Макдональдс-хаусе, и была просто потрясена, насколько там все. Ну, это пансионат, он вот прямо находится стена к стене к большой больнице. И туда приезжают родители со своими детьми, там прекрасные условия для проживания, комнаты отдыха, библиотеки. И, в общем, все очень продумано. Кухня. И что мне понравилось, ну, конечно, пока мы не можем только об этом мечтать. Семьи, когда заболевает ребенок, и обычно мать уезжает с ребенком и лежит в больнице, оставляя своих иногда грудных детей, бывают и многодетные семьи, и она разлучена со своими детьми очень долго. А в Макдональдс-хаусе там люди могли взять и приехать всей семьей со своими детьми. И то есть семья в этот тяжелый момент, она не разлучается. Она живет вместе, ребенок находится в клинике, и они все рядом. А сейчас разве не так? Вот мамы разве не находятся? Нет, ну, мама находится. Мама находится с одним ребенком. Но, как правило, у нее еще есть дети, которых она оставляет дома. То есть можно еще... Она их не видит. И, ну, на моей памяти есть не один случай, когда папа, оставшись без мамы, вдруг понимает, что... Можно и другую женщину принять. Да, что можно жизнь свою изменить, и семья распадается. Это тоже очень большой удар, когда мать в таком тяжелом состоянии. Ну, и так ситуация непростая. Да, но это случается, потому что семь-восемь месяцев, год, и иногда нет возможности поехать домой за все это время. Ну, потому что лечению нельзя нарушать, эти протоколы. И поэтому вот я... Это моя давняя мечта, и надеюсь, она осуществится, что мы организуем вот такое проживание. Потому что, если вы помните, недавно, ну, общественность сколыхнула история, когда объявили, ну, там, жильцы дома, что... А, да. Уже в нескольких хостел, когда в хостеле жили детки. Да, что рак заразен, и... Ну, и на самом деле она сколыхнула очень такой важный вопрос о проживании детей, которые приезжают, и что они должны иметь бесплатное, достойное жилье рядом с клиникой, рядом с врачами. И, в общем-то, не жить на съемных квартирах – это вынужденная мера, потому что таких мест нет для проживания. Знаете, вот я сейчас слушаю вас и понимаю, что большое количество людей даже не задумывается о тех сложностях, с которыми приходится сталкиваться мамам и семьям, и это где-то проходит вдалеке, в стороне. А вот год человек лечится – это год жизни какой-то, да, которую вы, в принципе, вот всеми возможными силами можете реально облегчить. Ну, и облегчаете, потому что вы же обеспечиваете... Год, не работая, жить в Москве – это, ну, целая проблема. А государство берет на себя заботу лечения ребенка, а родители, в общем-то, как бы не входят в зону ответственности, получается так, да? Да, это действительно так. То есть это полностью ложится на плечи родителей и вас? Да, к сожалению, я видела не один случай, когда, ну, мама, она как бы находится на больничном в связи с уходом за ребенком, и не раз я узнавала о том, что компания или, ну, какое-то мероприятие вынуждала мать уволиться, потому что вот человек, который не работает несколько месяцев, он становится ненужным, и им предлагают просто уволиться. Это случается. Это вообще прискорбно слышать. Ну, это уже не имеет отношения к государству, а частные компании, которые так поступают, это вообще прискорбно слышать, конечно. Ну, поэтому помощь очень нужна. Я, например, могу рассказать историю, как была бабушка со своей внучкой из Дагестана. Очень скромная, милая такая пожилая женщина. И как-то, и она никогда не обращалась, мы просто сами знали, какие у них проблемы. То девочка, вот она мечтала о красивом платье. Сколько девочке лет? Ей было пять лет, по-моему, даже, может, меньше. И какой-то праздник, вот у всех были новые платья атласные, вот, с кружавчиками. Ну, вот мы тоже ей подарили. Ну, вот такие разные случаи. Мы сами просто видели это, что, что, и какая им нужна помощь. И вдруг она подошла впервые ко мне и что-то говорит, я не совсем сначала поняла, о чем она говорит. Но как-то она очень стеснялась. И потом, когда я поняла, у меня на самом деле волосы стали дыбом. Она говорит, что мне пошел снег уже, холодно, мороз. И она говорит, вот я на рынок хожу, мне холодно стало. И я вижу, что у нее, я знала, что у нее есть одни тапочки и халат байковый. И оказывается, она вот, когда уже прям дождалась морозов, и вот мы не увидели этот момент, она из скромности не обращалась. Ну, мы, конечно, набрали там ей и шубу, и, в общем, полностью ее обеспечили. И таких случаев очень много, очень разные случаи, которые... И ведь даже многие просто в силу своего характера стесняются обратиться. Ну, вот у нас, я очень радуюсь, когда родители приходят и нам просят не только за себя, они говорят, что вот новая семья, они как-то стесняются, у них вот такие-то проблемы, чего-то не хватает. И вот это всегда меня радует, что ради, когда родители живут вместе, дружно, это, ну, намного облегчает их состояние. Прошли ситуацию, знают, с чем приходится в начале пути столкнуться. И, конечно же, сердце откликается. Ну, вы знаете, у меня прямо вот сейчас, ну, до слез, то, что вы рассказываете, я до сегодняшней программы даже и не задумывалась. Ну, я видел там больных деток, я понимала, что это тяжело. Я видела это только со стороны болезни, но я не видела это то, что со стороны еще протекает рядом жизнь, и какая она бывает сложная, и осложненная не только этим заболеванием, а еще и бытовыми. Да, вот я всегда говорю, что это... И вот сейчас только доходит вот та информация, которая прошла по всем СМИ, про вот этих вот жильцов, и рак заразен. И я сейчас даже пересматриваю свое отношение, оно еще больше усугубляет вот эту ситуацию. Я думаю, что со зрителями то же самое, мне кажется, сейчас будет происходить. Фууууу... Вы сейчас вот будете благоустраивать вот этот вот, ну, пансионат. Ну, я надеюсь, сейчас у нас этап переговоров. А какие еще задачи вы выполняете вот на данном этапе, чем еще фонд занимается? Ну вот конкретные какие-то дела есть сейчас? Может быть, кто-то откликнется, поможет? Ну, постоянно такая требующая больших денег часть нашей работы – это дети из СНГ. Мы фонд, который помогает не только российским детям, и все мои сотрудники, мы все очень… Ну, это наш как бы девиз, что чужих детей не бывает, и мы не делим детей по цвету кожи или глаз, что все наши, все родные. И, к счастью, наши жертвователи тоже очень много помогают детям из СНГ, и благодаря этому многие могут пройти лечение, потому что есть очень большие проблемы в странах СНГ с детской онкологией. Ну да, в принципе, это же такой объем научной работы и медицины, наверное, относительно страны СНГ. В России она же все-таки более продвинутая. Да, конечно. И можно понять родителей, которые вдруг, когда им сообщают, что у ребенка такое заболевание, и, естественно, они хотят приехать в Москву и лечить ребенка у лучших врачей. Я это очень хорошо понимаю. И вот дети, если российские дети лечатся бесплатно, то дети из СНГ лечатся платно, и это очень дорого, это стоит миллионы, и цены растут с каждым годом. И вот это та проблема, которая всегда у меня есть, долги. У нас работает система гарантийных писем, то есть ребенок появляется, и поскольку мы сидим в больнице, он появляется у нас. И мы узнаем, например, что операция назначена уже на следующей неделе, но если нет денег, то операции не будет. И вы понимаете, чем это должно закончиться. То есть надо написать гарантийное письмо на имя директора? Да, на онкоцентр, да. Ну вот, и наша задача... А дальше поиск этих денег и собирать... Да. Положить ребенка, чтобы лечение началось, чтобы драгоценные дни не терялись. Но так как вы давно уже сотрудничаете, вам, конечно же, идут навстречу. Всем фондам так идут навстречу? Ну, многие фонды, которые постоянно работают, а мы, к счастью, дружим, фонды направленности, вот, помощь детям с онкологическими заболеваниями, мы часто оплачиваем одного ребенка по частям. Один курс химипотерапии, другой. Мы созваниваемся, и вот таким образом мы оплачиваем лечение многих детей, но мы как бы на линии фронта, потому что мы в больнице. То есть это бесконечная работа? Да, это бесконечная работа. И вот сегодня я заехала только на час перед интервью, на работу, но уже где-то, наверное, 5 обращений у меня было за сегодняшний день. Это от небольших сумм до очень больших. Там иногда обследования. А если все лечение, это может стоить 5 миллионов. И даже больше. И всех вы принимаете, со всеми начинаете работать? Или есть какие-то вещи, на которые вы не можете, например, пойти? Ну, если мы видим, что мы не справляемся, обычно я не просто отказываю, я сажусь за телефон и начинаю звонить своим коллегам, просить, в общем, любыми путями добывать деньги. Люди охотно участвуют в благотворительности, пожертвовать или вот за этот период? Ну, я могу сказать, да, потому что мы всегда объясняем, что даже небольшие пожертвования, они очень важны. И вот сейчас люди стали понимать действительно, что часто люди думают, что, ну, я могу послать там 300 рублей, или 500 рублей, или 100 рублей, что это не решает проблем. Но на самом деле вот эти небольшие пожертвования, они... Курочка пожертвовала. Да, я всегда сравниваю, как ручейки создают океан. Вот так же эти пожертвования, они дают возможность оплатить лечение или купить оборудование какое-то. Это очень важно. Я очень благодарна людям за любые суммы. А как можно вам пожертвовать? Как обычно это происходит? Ну, надо зайти на наш сайт. Очень много... Просто набрать фонд Настенька, и там есть все возможные виды, и СМС пожертвования, и, ну, через банк. А там видно, на что собирают? Да, можно выбрать ребенка на нашем сайте. У нас размещены истории детей с фотографиями, ну, с какими-то отчетами о состоянии. Пожертвователи в основном кто? Это физические лица или есть еще юридические? Ну, это юридические тоже. У нас, ну, долгие годы у нас как-то вот был такой баланс, что половина – это юридические, и половина, ну, приблизительно. Вот такие были равные части иногда, кто-то опережает. Ну, в общем-то, юридических, конечно, их меньше, но... Они больше перечисления могут. Да, больше. А вот этот поток от людей, которые пересылают даже небольшие суммы, это тоже огромная помощь. Ну, в большой массе люди же перечисляют, и в итоге получается набирать сумму. Ой, наверное, можно сделать для себя такую еще одну добрую привычку – делать перечисления раз в месяц, например, почему нет. Да, и человек чувствует себя... Ты знаешь, на что это идет, и знаешь, куда это тратится. Ну, по-моему, даже утром просыпаться-то приятнее, да, чувствуешь себя другим человеком. Да, причастность вот к этой борьбе – это действительно борьба. Можно сделать подписку на рекуррентные платежи, например, что ежемесячно у вас будет отправляться на счет фонда, там, небольшая сумма. Это тоже очень здорово. Такие практики есть за рубежом, кстати, очень частые. Если там, допустим, я интересную историю слышу, но это для другого выпуска программы. Как-нибудь расскажу. Джамиля, а можете рассказать нам какие-то вот такие, ну, хорошие истории с счастливым концом из вашей практики? Очень хочется людей прибодрить и показать реальное спасение жизни детских. Да, ну, таких историй действительно очень много. Ну, расскажу историю прошлого лета, когда мы искали 2,5 миллиона на эндопротез для нашего подопечного из Армении. Этот мальчик у нас лечился. Сколько лет? Он был еще маленький, ему было, наверное, 5-6 лет ему было. Потом он уехал, и вот настал момент, когда ему надо менять эндопротез, потому что он очень вырос. Эндопротез? Эндопротез – это если при опухоли на кости, как саркома, и удаляется больная часть кости, и внутри ноги вставляется металлическая, очень сложная конструкция, которую можно раздвигать, потому что дети растут с суставом и так далее. Это стоит очень дорого. И вот мы искали деньги, летом мы всегда получаем меньше пожертвований, потому что люди разъезжаются, отдыхают, и это трудный для нас момент. И в какой-то момент я поняла, что мы не справляемся с этой суммой. И нам предложили поставить ему более дешевый протез другого производителя. И врачи были очень не настроены на такую замену, понимали, что это намного хуже. И вот вдруг я поняла, что мы не можем допустить, чтобы нашему Нареку поставили не самого лучшего качества протез. И мы, я сказала, девочки, мы должны это сделать. Хотя мы родителям уже сказали, что возможно, что не получится, вот как запасной вариант, более дешевый протез. И вдруг вот так случилось, что за короткое время мы нашли эти деньги. Как? Вы просто собрали или был какой-то пожертвовательный значок? Мы частично собрали вот мелкими пожертвованиями, и один спонсор дал очень большую сумму, которая закрыла все сразу. И когда я позвонила в Армению родителям, это были и папа плакал, и мама плакала. И вот потом Нарек приехал, все очень здорово. И армянские врачи, они, когда увидели описание вот этого протеза, они сказали, да, у нас этого нет, это самое лучшее. И вот так нашему Нареку мы собрали на самый лучший эндопротез. Он прекрасно ходит, приезжает, мы постоянно с ним фотографируемся. Поддерживаете отношения с вашими подопечными? Ну, они поддерживают с нами отношения, потому что мы всегда в таком движении, что у нас так появляется сразу много новых детей, когда один уезжает, приезжают сразу трое. Но родители, конечно, очень пишут и сообщают о каких-то семейных событиях, рождении ребенка, и не забывают, конечно, нас. Недавно вот прислали, обращивая благодарность, такой небольшой ролик, мама сняла, и мне казалось, что я уже как-то заблокирована от многих эмоций. Но просто вот эти слова этого малыша, и такие глаза, и мамины, они просто очень тронули. Скажите, а вот сколько человек занимается вот этими вопросами? Один в поле не воин, такой работал. Да, это точно, потому что первые два года где-то я работала, в общем-то, одна, но и бухгалтер у меня был. И сейчас я чувствую усталость от тех лет, что она меня догнала сейчас. И сейчас у меня, ну, где-то семь обычно людей работают, сотрудников. У меня всегда очень самоотверженные девочки работают, которые, ну, случайно к нам люди не приходят. А сложно набрать команду для работы в фонда? Это же какие-то особенные должны быть люди. Ну, нелегко на самом деле, потому что здесь должно быть сочетание такое профессионализма, который сейчас я стала понимать, что мне нужны профессионалы. Всю жизнь я собирала свою команду, что, о, хорошая девочка, надо брать. Хороший человек, да. Да, и, ну, конечно, это действительно может быть и правильно. Из команды волонтеров я видела, что человек создан для этой работы. Но все-таки время меняется, и то время, когда я открыла фонд, оно было совсем другое. Мы не знали слово пиар вообще, например, который сейчас бог и царь всего. И сейчас я поняла уже давно, что надо брать профессионалов и выходить на новый уровень. И вот, и должен быть хороший профессионал, и человек, который, ну, сочувствует, любит детей, и будет понимать родителей. Это все очень сложно. И в то же время не будет впадать в эмоции и плакать над каждым ребенком, потому что это просто тоже очень тяжело. Ну, то есть такой отбор идет постоянно. И сейчас у меня вот обновленная команда. Я надеюсь, что мы сделаем какой-то прорыв. Пойдем вперед, потому что... Убирая такие цели, создавать целый пансионат при огромном онкоцентре, это, ну, просто человек с улицы не сделает. Даже с широкой душой, добрым сердцем, здесь еще мозги и нужны. Да, надо, ну, сейчас уже надо работать по технологиям, технологиям, в общем-то, бизнеса. И, ну, я не владею этим, потому что я всегда говорю, что я филолог в худшем понимании этого слова. Поэтому я беру людей, которые знают работу, ту, которую я не знаю. И, ну, как-то все сейчас гармонично складывается. Что ж, вот еще одно открытие в моей жизни благодаря вам. И я думаю, что зрители тоже какое-то открытие для себя сделали. Хотя благотворительностью готовы заниматься каждый. Но осознание приходит вот в какие-то такие вот моменты, вот как сегодня. реальное осознание, что же такое вот это вот твои перечисленные 100-500 рублей тысяча. И просто очень трогательный рассказ ваш. А какие планы на жизнь? Наш традиционный вопрос у фонда, у вас, Джамиля. Ну, планы на жизнь, ну, наша постоянная работа по оснащению больницы. Вы только с Блохина сотрудничаете. Да, иногда мы выходим за рамки, но это касается оплаты лечения детей. Иногда мы оплачиваем лечение детей в других больницах. Ну, и другим фондом помогаете, наверное, да? Да, но вот сейчас, во-первых, мы стали шире принимать участие в жизни вообще онкоцентра. Мы поддерживаем Дни открытых дверей. Да, я знаю. Для диагностики. Ну, они призваны диагностировать людей. Очень легко прийти, пройти обследование. Вот недавно был день открытых дверей рака молочной железы. Я знаю, что мамы, которые лежат сейчас в стационаре... Да, вот мы собрали своих мам. И приняли на диагностику. Это как раз было 1 июня, но больному ребенку нужна здоровая мать. Вот у нас был такой внутренний рабочий лозунг. У всех все в порядке, я надеюсь? Да, да, к счастью, да. И, ну, женщин часто беспокоят этот вопрос. И хотя бы вот это нервное какое-то напряжение снялось. И мамы в большом количестве прошли тоже обследование. Развитие, значит, фонда. И понятно, в каком направлении будете идти. А личные планы на жизнь есть? Ну, личные планы. У меня растет, я, можно сказать, молодая мать. У меня 13-летний сын. Это самое главное, что у меня есть у такого личного. Ну, сейчас строим новый дом, потому что старый у меня сгорел. И тоже, кстати, благодаря благотворительности у меня есть возможность построить этот дом. Вам помог фонд какой? Фонд предания. Фонд предания. Да, и фонд предания, но я была потрясена, какое огромное количество людей. Это тысячи помогали. Там было 5 тысяч перепостов. И огромное я все хочу посчитать вообще, сколько было пожертвований. И вот мы тоже с друзьями по благотворительности говорили, что это показательно, насколько люди стали доверять фондам, понимать, что можно присылать маленькие пожертвования. Потому что эти деньги для моего дома были собраны в основном небольшими пожертвованиями. И это было потрясающе. Немного знаю историю вашу. Вы вышли из дома, только сохранился паспорт и 8 тысяч рублей. Да. Все, что... Никаких вещей, ничего. Да, сейчас у меня уже почти готов дом. Это все благодаря людям, пожертвованиям. Как вы? На какой-то момент я стала подопечным фонда предания. Я очень благодарна. Вот, как говорится, делай добро, и оно к тебе вернется. Вот ваша история, она как раз... Вы делали 17 лет добро, побывав в очень тяжелой ситуации жизненной, сделали для себя вывод, чем дальше заниматься будете. И вот вам добро вернулось. Несмотря вот... Ну, да, это страшная потеря, когда сгорел дом. Ну, смотрите, как возвращаются вот эти вот добрые дела. Да, я думаю, что люди, когда они думают, ну, заниматься ли благотворительностью, помогать ли кому-то, действительно, ну, это какой-то закон жизни, что добро возвращается. Здорово. Даже с этой точки зрения. Надо помогать. Надо помогать. Это хорошо, это здорово, это приятно. И это реально, вот, ну, в нашем фонде, это спасает жизни детей. Это не преувеличение. Поэтому, ну, это же понятно людям. А что посоветуете нашим зрителям и тем, кто столкнулся с проблемой, тем, кто никогда подобного не чувствовал, не испытывал? Что посоветуете? Вот относительно благотворительности. Ну, я думаю, во-первых, что если говорить об онкологии, то каждый человек каким-то образом, к сожалению, сталкивался, или больной родственник, или, да, людям очень понятно, что это такое, но я хочу сказать, что это очень тяжелое заболевание, действительно, но я хочу сказать, что это заболевание сейчас излечивается в огромном проценте. Вот что касается детской онкологии, сейчас излечивается более 80% детей, а по некоторым заболеваниям эта цифра еще гораздо выше. Это то, что было 10 лет назад, это совсем другое дело, потому что многие считают, что это какое-то неизлечимое заболевание. Это вообще не так. Наши подопечные уже имеют своих детей, они приезжают к нам огромные, красивые, и поэтому вот помочь ребенку, чтобы у него было будущее, ну, что может быть прекрасней. Я хочу привести слова, которые мне однажды сказал мой американский друг, когда я начинала работать. Он увидел, что мне тяжело дается обращаться с просьбами, вот, ну, в основном о деньгах. Ну, потому что, во-первых, я всегда и сейчас говорю, это мои дети, наши дети. Как будто я прошу для себя. У меня до сих пор это ощущение, что я прошу для себя. Ну, просить для других, мне кажется, всегда проще, на мой взгляд. Если я для себя как-то стесняюсь. Для себя это вообще, да. А вот для кого-то мне совершенно... Я знаю, что человеку нужна помощь, и мне не стыдно просить помощи никогда, если я для кого-то прошу. Ну, вот он решил мне помочь, и он мне сказал, что ты не просишь деньги, ты даешь человеку возможность сделать что-то самое прекрасное в его жизни. Вот эти слова, которые он сказал, ну, уже, наверное, 17 лет назад, я до сих пор помню и думаю, что это действительно так, что это помогать, это прекрасно. Ну, здесь даже никого не надо уговаривать и убеждать. Так все понятно, что если есть возможность, почему нет, да? А возможности относительно там тех же самых 100 рублей есть у каждого. Конечно. И я думаю, что иногда бывает, что, ну, пишется какой-то текст или обращение такое немножко слезное. Я вот категорически против такого стиля и всегда говорю, что мы рассчитываем на аудиторию, которая достаточно сочетания слов, что ребенок больной раком, ребенок с онкологическим заболеванием. Тут нечего прибавить. Это понятно уже. Поэтому где-то размусоливать и вызывать большую жалость. Это манипуляция, мне кажется. Да, мы на понимание проблемы, а не на какие-то вот... Мы должны уважать тех, кто готов пожертвовать, да, что это, ну, взрослые люди, которых не надо действительно подводить к этому, а надо просто вот послать месседж. Вот нужна помощь, и все. Да, надо, чтобы люди понимали проблему просто, насколько это важно и, ну, и так далее. Да. А те, кто уже столкнулся с этой проблемой и сейчас вот находятся либо в поиске, либо в решении, либо в лечении, что бы вы посоветовали? Ну, опять же, что не надо падать духом, потому что это тяжело, но это лечится. Это во-первых. И во-вторых, что сейчас действительно очень много благотворительных фондов, и если нужна помощь, то ее можно найти. И есть фонды, которые помогают взрослым, но, конечно, больше помогают детям до сих пор. Ну, все потребности, наверное, удовлетворить невозможно. Получается, что если бы фондов на всех хватало, то, ну, не было бы такого количества печальных историй. Они все равно присутствуют. Это, может быть, не самое большое количество, но тем не менее они есть. То есть потребность все равно, она не снижается, а только растет на данном этапе, да? Ну, конечно, фонды не могут объять необъятное все, но надо помнить, что лечение вообще-то для россиян бесплатное. И, ну, те проблемы, которые возникают, фонды уж помогают решить обычно. То есть фактически на российских деток должно все хватать. Получается так. Да. Ну, просто бывают истории, которые, ну, в общем-то, 20%, ну, к сожалению, понятно. Ну, я думаю, что сегодняшний день вот реально, ну, для меня-то точно стал переломным. Ну, для меня тоже очень важна встреча с вами, потому что я очень давно хотела с вами познакомиться. Мы рассказывали ваш пример своим детям. И поэтому для меня просто было большим счастьем увидеть вас. Я приду к вашим детям со своими медалями. Хоть и сейчас у меня рецидив, и я нахожусь на лечении, ну, я не, как сказать, не откладываю вот эту вот мысль далеко на будущее, что мне все-таки хочется выполнить мастера спорта. И я думаю, что, возможно, вернусь. Да невозможно, надо возвращаться. Обязательно, обязательно. К этому. А так с детками с удовольствием пообщаюсь, потому что опыт уже есть такой. И мы можем прям запланировать эту неделю, следующую неделю. Это будет здорово. Вы очень мужественный человек. Спасибо большое, что вы у нас. Спасибо, что помогли перевернуть сознание мне и зрителям, я надеюсь, тоже. И я думаю, что эта встреча не единственная. Мне хочется еще и с ребятами из вашей команды поговорить, потому что это тема, о которой можно говорить очень много. И освещать ее надо как можно чаще, чтобы не было такого поговорили и забыли, потому что, ну, считаю и своим долгом рассказывать вот о таких благих делах, вот сколько можно и сколько нужно. Спасибо, это очень важно, действительно. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. Спасибо. Спасибо.